Поэтому Ишуа сказал, что люди похожи на овец, у которого нет пастуха. И решение находится в пастухе, пастыре, в духовном покрове. И вот почему мы подготавливаем учеников, не просто членов церкви. Мы хотим подготовить учеников, которые будут знать, как создать этот духовный покров. И будут знать, как исполнять служение, как служить людям. И не посещать церковь и просто сидеть на стуле. И затем Ишуа говорит, что жатва очень большая. Но работников всего лишь несколько. И что мы должны осознать, что жатва, урожай очень большой. Каждый скажите, что урожай большой. А вы верите этому? На самом деле вы верите в это? Жатва – это то, что вы приносите внутрь именно, заносите к себе. Я не фермер, но мне пришлось работать в саду. Вы сеете семя. Затем семя всходит, вы поливаете его. Вы заботитесь, вырываете все сорняки. Через некоторое время вы собираете урожай. Не в начале. И не посередине. Но только тогда, когда уже будет все готово. И Ишуа сказал, что урожай из людей, он уже очень большой. И я не хочу пойти и достичь просто десять человек. Я хочу достичь тысячи. Какое большое у нас видение? Какое, насколько большое наше мышление? Некоторые скажут, ну, я не могу достичь тысячи. Мне нужно такое большое здание для тысячи человек. Я запутался. Сказал ли Ишуа, что мы должны идти во весь мир и строить здания для тысячи человек? Нет. Он сказал, идите и готовьте учеников. Идите и учите. Потому что жатва созрела. Жатва большая. И таким образом у нас появляется образ мышления, мировоззрения, и все сосредотачивается вокруг зданий. И церковь – это то здание, в которое мы ходим. Но мы также можем встречаться и по домам, и на базаре, и в любых других местах. И так вы чувствуете некоторые ограничения в деньгах. Вы можете достичь множества людей, и для этого не надо много денег. Всем понятно? Поэтому он говорит, если у вас созрела жатва, если жатва большая, тогда все еще у нас остается проблема одна. У нас нет людей, которые бы пошли и собрали жатву, и принесли ее. Я думаю, что все еще у нас такая проблема. Наши церкви полны людьми. Но у нас немного работников, которые бы трудились и собирали жатву. И которые бы приносили людей. И я думаю, что это все из-за того, что у людей неправильное понимание, почему они находятся там. Я должен ходить в церковь, молиться и петь песни. И еще несколько паров таких религиозных обязанностей. И я должен это делать один раз в неделю. И если я этого не сделаю, то я буду чувствовать себя виноватым. И кроме всего этого, мне также нравится понаблюдать, кто оделся. И также еще интересно послушать, у кого какие проблемы. Но Иешуа сказал, идите в мир и учите, подготавливайте учеников. Поэтому жатва большая. И несколько работников всего. Потому что люди ходят в церковь, и у них неправильное видение. Я должен быть членом церкви. Нет, ты должен идти в мир и достигать людей. О, нет, это для евангелистов. Нет, это для каждого. У евангелистов есть особая подготовка, и они знают, как это делать. Поэтому, если мы собираемся достигать людей, наше сердце должно быть обращено к людям. Вот откуда все это начинается. У меня был один друг, который был призван быть пастором. И это было где-то 20 лет назад, и после служения он подходит ко мне. В то время я помогал пастору, я был ассистентом главного пастора. Он был профессиональным гольфером, то есть играл в гольф профессионально. Знаете такую игру? Берете маленький белый мячик и пытаетесь его ударить с помощью палки. И в этом году я впервые играл в гольф. И в бейсбол есть такая тоже игра. У меня все в порядке, нормально, могу играть и в баскетбол. Поэтому я такой большой парень, ударю этот мяч, посмотрите, насколько далеко этот мячик улетит. И я встал, чтобы ударить этот мяч. И я пропустил, я просто промахнулся. Я смотрю, где этот мяч летит, там все еще на полу лежит. Ну хорошо, в следующий раз, сейчас. А он немножко так, раз. Ну не так далеко, вот столько. Поэтому где-то два часа я провел с этим парнем, мальчиком. Маленьким мальчиком, они хорошо развили свою технику. Так ударяешь, что мяч далеко летит. А я опять ударяю мяч, а он куда-то в сторону. Поэтому я только один раз играл в гольф, и он мне не нравится. Почему я вообще о гольфе говорю? Евангелизм. Окей, спасибо. Это было для меня очень эмоционально, этот такой неприятный опыт. Если мы хотим достигать людей, то наше сердце должно быть о людях, для людей. И этот друг мой подошел ко мне в то время и сказал, знаешь, Бог мне сказал, что Бог призывает меня быть пастором. А в то же время он был профессиональным игроком в гольф. Он таким образом зарабатывал себе на жизнь. И так он всю свою жизнь переезжал из одного города, другой, принимал участие в турнирах. И он сказал, что у меня есть проблема. Он говорит, я ненавижу людей. Бог призывает меня быть пастором, но я людей ненавижу. И он был очень искренним. Я думаю, что большинство из нас бы тоже такое сказали, что мы ненавидим людей. И вы ненавидите людей один день в неделю? Знаете, когда я путешествую, я тоже начинаю ненавидеть людей. Я устаю и начинаю, как маленький ребенок. И я начинаю думать о себе только. Блохое еда, плохая еда. Никакого сна нет. И что я там буду вообще людей учить? Вообще, есть там Бог? Кто-то меня подталкивает. А я такой... Но подождите, я же буду о Боге учить. Я должен быть немножко приятным человеком. И мой друг говорит, я ненавижу людей. И факт состоит в том, что если только Бог не будет работать в нашей жизни, мы не сможем исполнять служение. И мы не достигаем людей с помощью нашей любви. Но, как сказано в Библии, Бог наполняет нас Своей любовью. И вот в чем состоит разница. Но иногда я уже не такой наполненный. И я хочу покусать овец, а не кормить их. И мне даже нравится подгонять этих овец. Потом я думаю, о, что же во мне такой дух? Вы видели, такое происходит в церкви? И поэтому Бог наполняет нас Своей любовью. Я вам сказала, что Иешуа был сострадателен, он с милостью велся. И как вы можете узнать, что Бог действует в этой ситуации? Бог will touch your heart, and you'll begin to feel love for a person or a situation that you did not have. То, что в какой-то ситуации Бог будет двигать вас, касаться к вам, и вы будете ощущать любовь в ситуации и любовь к людям. То, чего раньше не было, это можете записать. Каждый раз, когда вы смилостивитесь, станете милостивы. Вот то время, когда вы увидите чудеса и увидите, как Бог начнет действовать. Мне так нравится, когда Бог наполняет меня Своей любовью. Я такой хороший человек, намного лучший человек, чем обычно. Это правда. И я должен каждый день останавливать себя и говорить, не будь высокомерным. Потому что это гордость. И за последние две недели я это не преувеличиваю. Наверное, 30 раз я сам себе говорил, не гордись, не будь высокомерным. Ну, моей жены нет со мной, она бы мне это говорила, поэтому должен сам себе это говорить. Потому что мы можем принять решение, сделать выбор. Либо мы будем действовать в соответствии с нашими способностями и то, какое отношение внутри нас. Либо же мы откроем дверь Богу и попросить Его, чтобы Он наполнил нас Своей любовью, Своими способностями. Я думаю, это секрет служения. Я занимаюсь служением, с того времени, как я занимаюсь служением. С времени окончания Библейского колледжа. И мне все еще нравится это. Нравится этим заниматься. И мне нравится, когда Господь наполняет меня. И мне не нравится, когда я должен это делать. Я просто честен с Вами. И даже после 30 лет. Если мне надо это делать, это мне не нравится. Но если Господь наполняет меня и мотивирует меня, то это просто замечательно. Я себя лучше чувствую. Это очень удивительно, что Бог, удивительный опыт, когда Бог действует через Вас и работает через Вас. Поэтому Ишуа сказал, молитесь, чтобы Бог подготовил делателей на жатву. Каждый поднимите свои руки. Помните, мы это раньше делали? Подготовьте свои ноги. Здесь на земле. Вы стоите на горизонте. Мы достигаем небес. Мои ноги говорят, у меня недостаточно других ног, компаньонов, которые бы помогали мне. У меня только две ноги, мне надо больше ног. Поэтому мы достигаем небес. И мы поднимаем наши руки. И мы призываем с небес то, чего нет у нас на земле. И апостол Павел говорит, мужи, воздевайте чистые руки к небу. И Библия сказано, что вы каждый день поднимаете свои руки в поклонении Богу. Поэтому если у меня недостаточно соработников, недостаточно делателей, что мне делать? Достаньте несколько с небес. Но на небесах они не принимают гривну. Я говорю, Господь говорит, ну, понимаешь, гривна не такая хорошая валюта, я ее не принимаю. И мне евро тоже и доллары не нужны. Единственный способ, как вы можете получить от Господа, это молиться. И верить. Молиться, но не верить. Это то же самое, что пойти в магазин и не взять с собой денег. Я иду в магазин. И мне хотелось бы это взять, складываю в мою корзину. Подхожу к кассиру. Я должен это все взять домой. Мне это нужно, я голоден. Ну, они, хорошо, сейчас мы это все сложим в пакеты. Затем они спрашивают о денег. А я говорю, ну, у меня нет денег. Но вот что я хочу. Я так сильно хочу, пожалуйста, дайте это мне. Они звонят полицию. Тут у нас сумасшедший один заявился в магазин. Очень часто многие люди молятся таким образом. О, Господи, я такой голодный. Пожалуйста, пожалуйста, дай мне еду. И мы думаем, если мы будем так сильно просить, или буду просить так настойчиво, то, возможно, Бог что-то мне даст. Я думаю, что Иешуа сказал что-то такое подобное в своих притчах. Там была одна вдова. Нет друзей, нет денег, никто о ней не заботился. И кто-то относится к ней очень плохо. И она идет к судье. Пожалуйста, пожалуйста, помоги мне. Он говорит, ну, я этим не занимаюсь, иди, иди себе. И она каждый день приходила к нему снова. Наконец он говорит, ты мне надоела. Хватит ко мне приходить. Иди, даю тебе, иди уже. И Иешуа не говорит, что наш отец такой. Он противоположен. Вот в чем учение. Вы не будете его умолять до тех пор, пока он мне скажет, слышь, ты мне надоела, я тебе отдаю, иди отсюда. Но ваш отец на небесах уже знает то, в чем вы нуждаетесь. Даже до того, как вы сами это осознаете. Поэтому, когда вы молитесь, когда вы молитесь, если вы молитесь, когда вы молитесь, когда вы молитесь если вы молитесь когда вы молитесь верите возьмите с собой немножко денег я не могу Богу дать деньги все что я могу дать Ему это мою веру но я не чувствую что у меня есть вера все равно ничего особого нет в вере вера это не то что вы чувствуете иногда я вообще ничего не чувствую иногда я чувствую что мне нужно немножко свой кофе попить я не знаю где Бог находится и где все остальные находятся во всей вселенной значит ли это то что что у меня нет веры нет иногда я на самом деле ощущаю Божье присутствие тогда что у меня больше веры может быть да может быть нет вера это тот выбор который вы принимаете чтобы верить в слова Божие то что Он сказал есть истина вера это то решение которое вы принимаете это выбор вашей воли ничего общего это не имеет с вашими чувствами если Бог сказал что-то это истина а теперь что ты сделаешь с этим что такое сомнение что такое неверие с одной стороны вера неверие с другой стороны что такое неверие Ишуа учит что есть два вида неверия в Евангелии от Марка два вида неверия можете это записать пассивное неверие и активное неверие у учеников было пассивное неверие они так были медлительны чтобы чему-то научиться Ишуа уже разочаровался и говорит вы так медлительны сердцем так медлительно чтобы научиться чему-то затем также были фарисеи а у них было активное неверие знаете какого отношения у них было я хочу верить и Ишуа говорит им что даже кто-то воскреснет из мертвых и подойдет к ним они все равно не будут верить некоторые люди не будут верить и вот они вот так вот решили такое решение сделали я медлительен в вере но Господь помоги моему неверию поэтому с одной стороны есть вера и не веря с другой либо я решаю что Бог это истина либо что я решаю что не верить в это сомнения где-то посерединке находятся когда я сомневаюсь я не очень стабильный не стабильный вы должны принять решение сделать выбор и поэтому мы говорим о пастырях над овцами которые готовят учеников Иоанна 10 глава давайте поговорим о том как создать позитивную духовную атмосферу в Матфея 9-10 главах мы видели негативную духовную атмосферу и там говорилось о тех людях которые больны и говорится о том плохом состоянии в котором находятся люди поэтому если мы собираемся принести Царство Бога Царство Небесное на землю это означает что мы создадим другую духовную духовную обстановку духовное окружение и местность в которой я проживал много лет все мои соседи все мое окружение много лет изменилось очень сильно и оно изменялось за несколько лет и все эти проблемы они не исчезли но много хорошего начало происходить то количество людей на улицах которые принимали наркотики просто бесились их количество просто уменьшилось и когда улицы раньше вообще по ним было небезопасно ходить даже днем теперь все в порядке можно ходить поскольку мы начали выходить и начали молиться я мог бы привести много примеров но не сейчас поэтому мы начали изменять духовную атмосферу вокруг нас и теперь я хотел бы поговорить о духовной атмосфере внутри церкви поскольку внутри церкви духовная атмосфера всегда должна быть хорошей и на лидерах церкви лежит ответственность обязанность создать позитивную духовную атмосферу и как я говорил ранее что мы с любовью относимся к людям и еще хочу заметить один общий факт в отношении людей проблемы у каждого из вас есть проблемы я могу посмотреть на ваше лицо и сказать что у вас есть проблемы ну не так на самом деле просто я знаю что у каждого есть проблемы и у каждого есть слабости у каждого есть свои неудачи каждый поэтому в церкви мы должны создать такую атмосферу что люди будут осознавать их любят и со всеми со всеми их проблемами и недостатками это очень сильно это звучит очень просто но на самом деле в действительности этого не происходит в церкви так как должно было быть поскольку в церкви все только хорошие люди я должен быть хорошим человеком там у меня нет проблем я никогда не терплю неудачу у меня нету слабостей поскольку все окружающие меня люди они никогда не терпят неудачи у них нет слабости у них нет проблем поэтому когда я иду в церковь я чувствую как будто я нахожусь в центре внимания как будто весь свет на меня падает ой эти все хорошие люди а я тут плохой если бы только не знали поэтому атмосфера в церкви это не атмосфера любви это атмосфера страха и мы должны создать атмосферу где люди чувствуют себя в безопасности кто-то написал книгу под названием «Самое безопасное место на земле» церковь должна быть самым безопасным местом на земле где люди могут исповедовать свои неудачи свои грехи и принимать любовь быть любимым и помогать расти изменяться и становиться зрелыми и поэтому что же люди делают они вас испытывают пастор мне нужно прийти поговорить с вами у меня есть проблема или же лидер поэтому они приходят к вам и рассказывают небольшую проблему и затем они смотрят на вас наблюдают за вашей реакцией хорошо, сегодня мы не будем говорить о больших проблемах может быть в другой раз они похожи на краба они отступают назад здесь небезопасно ну возможно они все еще будут ходить в церковь каждое воскресенье или на шаббат но они не откроются поскольку не чувствуют себя в безопасности если я расскажу вам о моих проблемах вы меня распнете это то что происходит поэтому на духовных лидерах лежит обязанность ответственность что атмосфера духовная которая находится в церкви это то что создаю я у меня как у духовного лидера есть ответственность создать позитивную духовную атмосферу поскольку я лидер и я говорю людям вот что мы будем делать а вот чего мы делать не будем одна из самых серьезных проблем с которой я очень жестко и очень сильно разбираюсь это сплетни я не буду толерантно относиться к сплетням знаете почему? поскольку если вы позволите людям сплетничать то церковь никогда не станет безопасным местом никто никогда не расскажет о своих проблемах и никто никогда не изменится и затем будет возникнет мертвая церковь и я уже сказал что мертвая церковь это так скучно кто хочет ходить в скучную церковь неделя за неделей неделя за неделей особенно если вы пастор о боже мой мне завтра снова идти в церковь надо может быть мне позвонить сказать что я заболел а жена вам скажет ну ты уже больной три недели ходишь ты не можешь продолжать каждую неделю звонить но я не хочу идти это ужасно она мертвая мы создаем хорошую или плохую духовную атмосферу поэтому вы не можете позволить сплетничать в церкви а те люди которые сплетничают возможно они много денег отдают вы должны принять решение будете ли вы доверять Богу либо людям и вы испытания на это проходите когда нужно будет сказать кому-то то что ты делаешь неверное ты не можешь это делать здесь если кто-то продолжает сплетничать и я бы посоветовал иди туда где люди такие же как и ты поскольку здесь мы не хотим этого и объясните им почему это место должно быть безопасным чтобы люди могли изменяться и расти это ответственность лидера и это как сад как огород вы создаете свой собственный огород и вы создаете свою собственную духовную обстановку о пастырях говорится в различных местах Писания как символ духовной власти духовного лидерства 22-й псалом 27-я глава чисел Исайя 40-11 Исайя 40-11 И это в Ветхом Завете и в Новом Завете Эфизианам 4-11 1 Петра 5 2-й и 4-й стихи существует 5 ответственностей духовных лидеров как создать хорошую духовную атмосферу 1-е это кормить овец если вы хорошо кормите людей то они счастливы когда я учу людей неделю за неделей одну и ту же группу людей то я буду учить их немножко по-другому чем вас сегодня просто я говорю пункт за пункт там историю за историей и когда я учу людей неделя за неделей и все чему я учу и хочу чтобы это было найдено в Библии и чтобы Библия рассказала эту историю любая ситуация через которую проходят люди находится здесь в Библии я могу встать подняться и просто рассказать им всю истину но когда я им рассказываю истину и картинку ту картину которая есть в Библии то это дает власть это влияет на людей и это заставляет их меняться и мы должны кормить людей Словом Божиим не давать им просто больше правил но учить их кормить их исходя из того что происходит в их жизни прямо сейчас допустим вы лидер какой-то группы и вы должны учить их каждую неделю может быть вы учите их два-три раза в неделю а чем же мне учить их завтра о Господь помоги мне ой давайте посмотрим о бегите на ресталище о это хорошая тема на следующей неделе о чем мне сегодня обговорить моя душа прилепилась к праху но это не хорошая идея это тоже не очень хорошая идея как мне знать чем кормить людей хорошо я помолюсь Бог покажи мне иногда Он говорит ко мне и Он показывает мне это замечательно один период в нашей жизни был такой занят и этот период Бог позволял происходить этим событием утром мы шли в церковь утром воскресенья мы шли в церковь но я не еврей поэтому по воскресеньям ходим ну я иду в первый день недели не в последний день недели но я думаю что то что как я это делал это лучше но все равно нет нет чтобы меня не побили камнями и я просыпаюсь в 5.30 утра и когда я просыпаюсь то последующие 15 минут 10-5 минут наполовину еще сплю дремаю наполовину уже проснулся Бог даст мне то послание учение чему мне учить в тот день и это происходило каждую неделю на протяжении нескольких месяцев это было только однажды именно в тот период это так замечательно не надо учиться не надо молиться можешь поспать можешь отдохнуть Господь накорми меня Бог может делать все что угодно он не обязательно должен всегда делать одинаково это был очень замечательный опыт но обычно каким же образом мне узнать чему учить людей я хочу научить людей как ходить потому что я смотрел за тем как ты ходишь и каждый раз когда ты подходишь к этому этой ступеньке ты спотыкаешься и на следующей неделе она следующая идет и спотыкается каждую неделю вот что у тебя получается а чем же мне тогда учить я буду учить их о молитве нет научи их как поднимать ногу это не так трудно вы смотрите на жизнь тех людей которые вас окружают и видите то через что они проходят и вы учите их тому что Бог хочет сказать по этому поводу вы знаете почему церковь так скучна во многих местах потому что это не имеет никакого отношения к тому через что они проходят в данный момент человек будет жив не только хлебом единым но всяким словом исходящим из уст Бога что говорит Бог сегодня Бог хочет говорить к людям сегодня и Бог хочет говорить сегодня к людям через ваши уста Он хочет говорить с ними о том что происходит в их семьях в их браке Он хочет говорить с ними об их плохом отношении на работе и то что удерживает их от благословений от моих благословений и Бог хочет говорить обращаться к людям сегодня но Он не может говорить сегодня потому что мы остановились на теме сколько дней ушло Богу понадобилось для того чтобы создать землю сколько много дней Богу понадобилось для того чтобы создать землю сколько дней я бы сказал очень умно ну хорошо ты прошел экзамен тебе больше не надо ходить в МЖБИ Бог хочет говорить сегодня но Он не может говорить сегодня потому что мы учим имена рек в Библии и Елисей был у потока такого-то и на Еврите этот поток носит тоже название что и птица которая длинный клюв и поэтому на основании этого мы знаем что у некоторых птиц длинный клюв и они могут кушать семена очень быстро и они очень как бы быстро клюют а в греческом варианте говорится расскажи мне как мне починить мою жену ну хорошо может быть проблема во мне понимаете что я хочу сказать посмотрите на жизнь людей вот книга ответов там есть все ответы на их проблемы но сегодня мы будем изучать сколько дней понадобилось Богу чтобы создать землю а на следующей неделе мы посмотрим сколько труб в скольких трубах говорится в откровении ну скажи ну скажи мне я не работаю помоги мне как мне найти работу мне нужно знать как же мне вырастить хороших детей как это сделать я я всегда злюсь я всегда гневаюсь как мне остановить мой гнев и поэтому нужно научить людей каким образом Слово Божие будет действовать в их жизни в английском языке у нас есть такое выражение что Библия это самая великая история когда-либо рассказанная много лет назад один мой студент в той библейской школе где я преподавал сейчас он является директором продюсером фильмов в Голливуде и он выпускает телевизионные программы и он был вот в такой примерно школе такого размера и поэтому он рассказывает истории он берет какую-то историю и добавляет туда драматизм делает ее такой драматичной чтобы люди что-то почувствовали и чтобы люди чему-то научились и так же он как бы в эти фильмы он насаждает послание послание истины в этих фильмах он добавляет он не говорит каждые пять минут слово Ишу не повторяется в фильмах каждые пять раз никто не будет смотреть этот фильм но он пытается воздействовать повлиять на определенную группу людей это не служение на Шаббат когда вы идете в мир вы должны разработать определенную стратегию поэтому он рассказывает истории и эта книга она наполнена интересными историями но все же мы идем в церковь которые существуют находятся здесь даже Голливуд не может такие создать но мы так скучно их рассказываем ну вот таким образом Моисей показывает на воду и море расходится и затем Моисей и затем Моисей и Моисей поставил в посадь в воду и все люди были счастливы потому что никто не умер и Иисус took the food и все люди были голливыми потому что они были все время они были tired и иисус dirty иисус взял еду а все люди были такие голодные грязные потные и там у меня было достаточно еды а я хотел скушать свой обед и я боялся что они заберут мой обед и я чувствовал себя виноватым что я кушал перед всеми ими поэтому Иисус взял мой ланч мой обед и раздал всем понятно о чем я вам рассказываю это удивительная история но мы говорим и проповедуем и Господь хочет говорить со всеми вами сегодня мы знаем что Бог благ но кто ты там смотришь на стенке я тоже не знаю кто ты такой но я на людей боюсь тоже смотреть а то я их боюсь кто-то говорил так когда я говорю с тобой они смотрят на свои заметки или они смотрят на стенку ну я верю что Бог хочет всем нам сказать что в один день мы попадем на небеса это очень важно поэтому послушайте меня понимаете о чем я говорю это самая великая история из всех историй и мы должны передавать историю так что это будет интересно все счастливы всем понятно поэтому знайте что происходит когда вы будете учить что Бог будет давать определенные мысли в ваш ум расскажи это так знайте что я никогда этого не делал раньше вот как только что я это сделал я никогда этого не делал раньше потому что даже если бы я это повторил второй раз я бы заскучал от себя и если я заскучаю от себя то вы на самом деле заскучаете от меня верно и поэтому мы должны общаться с людьми таким образом что это будет задевать их сердце и мы должны соединяться с их чувствами мы должны соединяться с их интеллектом их разумом и мы должны соединяться с людьми на всех этих уровнях потому что когда истина войдет они примут истину и что-то произойдет если я буду сидеть и говорить Бог создал землю за семь дней если вы не верите тому что я говорю вы попадете в ад она смеется она смеется это Божий дом почему ты смеешься Иешуа смеялся Иешуа плакал Иешуа гневался Иешуа был полон сострадания эмоции чувства мудрость все это вместе потому что он ловил рыбу словите вы людей мы в шаббат снова пойдем спрячемся в здании споем наши песни чтобы никто не смотрел за нами и не подумал что мы странные помолимся чтобы они спаслись если мне не нравится ходить в такую церковь то знаю что грешникам не понравится а может быть мы скажем давай приходи в это воскресенье посмотри как пастора побьем я думаю наверное людям бы захотелось прийти мы можем побить пастора это было бы интересно поэтому когда мы возвратимся давайте поговорим на тему побития пастора окей break грешникам грешникам грешникам